Нина Долгушева в этом году в числе лауреатов Ветеранской книги рекордов в номинации «Вершины творчества». С детства мечтала рисовать, но учеба, работа, семья не оставляли времени на хобби, рассказывает Нина Александровна. И вот теперь после выхода на пенсию можно сполна реализовать все творческие замыслы и идеи. В Самарском дворце ветеранов научили рисовать. Ее работу уже можно увидеть на выставке, а ее фамилию в Ветеранской книге рекордов. Я очень волнуюсь и считаю, что я еще мало сделала, поэтому впереди, наверное, у меня еще много-много в перспективе дел и возможностей для моего развития. Буду стараться. Ты чувствуешь себя нужным обществу, не сидишь дома, здесь много друзей находишь, поэтому очень благодарна Дворцу ветеранов. В этом году Самарский дворец ветеранов презентует десятый сборник ветеранских рекордов. Каждый год в него попадают люди серебряного возраста, нашедшие свое призвание после выхода на пенсию. Вести активный образ жизни и приносить пользу обществу можно в любом возрасте, а жизнь на пенсии только начинается, убеждена директор Самарского дворца ветеранов Ольга Баранова. Мы имеем возможность рассказать о наших удивительных земляках и даем возможность обществу узнать о них. И тем самым, насколько возможно, хоть немножко повысить статус пожилого человека, повысить их самооценку и дать понять нашему обществу, что жизнь на пенсии, она у многих только начинается, если ты нашел дело по душе, если ты развиваешься, если ты двигаешься вперед и делаешь это для людей. В этом году в Книгу рекордов вошли 24 фамилии и столько же достижений в творчестве различных направлений. Ежегодный экземпляр ветеранской книги рекордов передается в школы и в библиотеки Самары. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События.